В школе должна соблюдаться конституция. По конституции мы имеем право выражать свои мысли свободно, а не говорить то, что навязано нам, то, что мы не разделяем. Работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Ну, если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться. У нас государственное образование, государственная школа, государственная идеология. И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим, идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно. Я не хочу, чтобы дети росли в идеологии лжи, обмана, насилия. Чтобы дети росли в атмосфере того, что другой человек может думать по-другому. И за это не надо его бить, унижать и оскорблять. Я хочу, чтобы у моих детей было все лучше, чтобы они жили в свободной Беларуси, чтобы они не боялись, чтобы они достаточно получали. Я учитель, я получаю, ну, на данный момент не скажу, что я получаю плохо, но я хочу свободно работать в свободной стране. А что сейчас больше всего беспокоит учителей, почему это их заставило сюда прийти? Ну, вот это вот гонение на мнение, убеждение учителей. Мы ничего плохого не делаем. Ни один учитель не призывает к насильственным мерам. Все только за, ну, как бы это сказать, мирное разрешение ситуации. Против насилия, против лжи в первую очередь. Потому что там, где ложь, там нет свободного государства. Вы наверняка слышали выступление Александра Лукашенко вчерашнее. Что можете сказать по этому поводу? Нарушение прав человека. В первую очередь. И все. На самом деле причин сегодня выйти было очень много. Это и все события, прошедшие двух недель. Все события, которые все мы переживали, просто со стынущей в жилых кровью. Вот. И последнее заявление Александра Григорьевича о том, что учителя должны быть идеологически верными. Вот. Что абсолютно, на наш взгляд, недопустимо. То есть, на мой взгляд, учащиеся должны сами делать выводы. Мы должны давать им пищу для размышлений. Мы должны, ну, скажем так, давать им возможность мыслить самим и принимать свои решения и делать выводы. Учителя, они должны быть задействованы фальсификацией выборов. И должны быть честными. И нужно этих учителей поддерживать. В том месте, где я живу, во всех школах, участки проголосовали за Тихановскую. Я горда нашими учителями. Ну, понятно, наши налоги идут на ОМОН, на милицию, а не врачам и не учителям. Вот. И этим учителям, этим людям нужно говорить огромное спасибо. Ну, а вот такое давление на них, ну, это просто позор, ну, ужасный позор нашего государства. Я бывшая учительница. Выкончила институт, вот этот, который напротив находится, в 55-м году. Я против нашего президента. Потому что у него с головой не все в порядке. Большинство голосовали против. А он присвоил себе чужие проценты эти. Хотя бы хватило ума, хотя бы 53, там, 2 процента. Ну, когда я знаю, что большинство голосовали против, у него жадность, жадность. Вот, вот. Записать себе 80. Вот это и вывело меня сюда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!